Что? Прям всё время совсем ни о чём? Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред в общем. Как раз то, что глупцы считают бредом и является наиболее важным. Здравы и осознаны будьте, человечище! Вашему вниманию четвёртая глава распаковки смыслов фильма «Замысел». Все трактовки смыслов, которые далее вы услышите, я узнал из ваших комментариев, мои неординарные зрители. И всего лишь попытался вместе с вами сложить отдельные пазлы в общую картину. Итак, в путь! Знак с буквой «В» в круге – это не знак биткоина, как было предположено в первой главе. Скорее всего, это банально первая буква «В» имени Возница. Но кабинет его же всё-таки, кабинет Возницы. Дмитрий Зочи сам пояснил, что у него в фильме нет биткоина. Возница во время беседы со своим подчинённым-соглядатаем рассматривает с таким умилением альбом с денежными купюрами, как будто фотоальбом со своими детскими фотографиями. И особое внимание акцентируется на этих двух банкнотах. Первая купюра сверху – это бразильские «10 Крузейра», на лицевой стороне которой изображён портрет Жетулю Варгаса, президента-диктатора Бразилии в период с 1930 по 1954 годы. Время его президентства известно как Эра Варгаса. Во время его правления была создана с нуля горнодобывающая и нефтяная промышленность Бразилии. А также созданы предприятия по машиностроению и выпуску товаров народного потребления. И Бразилия из аграрной страны превратилась в промышленно развитую державу. В 1954 году Жетулю Варгас покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Он оставил предсмертную записку, в которой были такие слова. «Наша страна находится в цепких лапах экономического кризиса. Причина кризиса – зарубежный капитал». Вторая купюра – это 500 франков у Руанды, африканской страны. Когда-то в Африке жили два дружных народа – Туцци и Хутту. Но жили себе не тужили, пока к ним не пришла цивилизация в виде колонизаторов. И цивилизаторы-колонизаторы поставили Туцци выше, чем Хутту. Дали им власть. Ну и пошло-поехало, а в результате – руандийский геноцид. Когда в лихих девяностых Хутту пошли резать Туцци. И за три с половиной месяца было уничтожено около миллиона человек. То есть геноцид некогда мирных земледельцев и скотоводов. А Хутту потом говорили, что в них вселился сатана. Ситуация аналогичная в войне на Донбассе. Когда брат пошел на брата. Смерти нет. Мы между. На другой частоте. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Обе купюры принадлежат странам-колониям. Смотрим еще раз с учетом полученных знаний. Возница-колонизатор, рассматривая альбом с денежными банкнотами оккупированных когда-то стран, любуется продуктом своего так называемого творчества. Равно как разглядывает фотографии своих детей, вспоминая с упоением былые времена. На Жабо у Возницы драгоценный камень. И на этом моменте акцентировано внимание зрителя. Судя по цвету, подходит голубой топаз, либо аквамарин. Общее у этих камней то, что в основном их месторождения находятся в Африке. И это логически подходит под оккупированную Руанду. Но существуют еще и бриллианты такого оттенка. И изготавливают их из праха человека. Не знали, что существуют такие бриллианты? Я тоже не знал. В большинстве случаев преобладают бриллианты синих тонов, что связано с наличием в прахе бора. Каждая из этапов синтеза бриллиантов происходит на территории, к примеру, лаборатории Альгарданза в Швейцарии. Пепел обрабатывается особыми химическими реагентами, концентрирующими весь без остатка углерод из праха. Аморфный углерод далее превращается в слоистый графит, традиционным высокотемпературным способом. Наконец, завершающая фаза заключается в воссоздании условий, при которых в течение миллионов лет алмазы формируются глубоко в земле, при колоссальных давлениях и температурах, а в условиях лаборатории около пары месяцев. Альгарданза не монополист в этой области. Есть как минимум пять конкурентов в США, Великобритании и в той же Швейцарии. И у возницы на жабо бриллиант из праха жертв оккупации. Практически все герои сюжета замысла так и норовят откушать абрикос, а возница лакомится виноградом. Виноград – один из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы. В Ветхом Завете виноградная лоза, принесенная посланцами Моисея из земли Ханаанской, это символ земли обетованной. Виноградная лоза представляет израильтян как богоизбранный народ. Говори! Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Медведь при смерти. Ни о какой игре в таком состоянии речи быть не может. Я понимаю, что такое в сценарии, но вам самим разве интересно играть с мертвым противником? Что предлагаешь ты? Вернуть медведю часть силы. Убрать из управления всех этих недоумков. Созвать смыслоносцев, расставить, играть по-настоящему. Предложение интересное. А ты же понимаешь, что решение принимаю не я. Но сообщить и повлиять на принятие решения ты можешь. В этой сцене Архал в Капюшоне общается с Возницей. И мы наблюдаем со стороны Возницы. А уже здесь, по всей видимости, та же сцена, но с ракурса Архала. Но тут он отдает распоряжение Боазу и Яхину, стражам портала, которые проявляются со стороны Архала в конце этой сцены. Возможно, что он одновременно общается с Возницей и Стражами. А стражи между мирья Боаз и Яхин на стороне Архала пока нет ясности. Обсудим это в комментариях. В этом моменте снова присутствует отсылка к Швейцарии. Ибо это швейцарская золотая 20-франковая монета 1867 года. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. А вот вы противоветры могли бы и поставить. Что? Ты меня поучить решил? В первой сцене с золотой монетой в глазу Архал упомянула тех, кто управляет ветрами. А в следующей саглядаты советуют Вознице поставить противоветры. То есть Вознице и есть тот, кто может управлять ветрами. Или он только может ставить для ветров препятствия в виде противоветров. А Архал это и есть тот ветер. Тогда кто им управляет? Этим ветром. Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Учиться никогда не поздно. Найди привидей! С каждой новой сценой в фильме Вознице становится все хуже и хуже. Сперва он потеет, потом сильнее, а теперь кашляет. Тяжко Вознице без адринохрома. Взамен отдай мне мальчика. Этот замысел, он, блин, как в голову залезет. Это пипец полный. Я вообще с этим фильмом столько много узнаю нового вообще, чего не знал. Ну то есть я, к примеру, начинаю делать там ролик. И раз что-то для меня наполовину непонятно, я начинаю интересоваться и узнаю какую-то информацию, которую до этого не знал. То есть я вообще в шоке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!